Один из олимпийских видов спорта – ведение боя с применением холодного оружия. Это могут быть рапиры, шпаги или сабли. Мы на чемпионате Алтайского края по фехтованию. Азарт, дерзость и эстетика. Фехтование – это не только владение спортивным холодным оружием, но и борьба интеллектов противников, говорит главный тренер сборной Алтайского края Валериан Феоктистов. В этом году в чемпионате Алтайского края приняли участие 90 фехтовальщиков. Большая часть – мужчины, как новички от 13 лет, так и опытные спортсмены до 46. Среди участников – Данил Бубенчиков, один из топовых фехтовальщиков региона. К 25 годам он саблист сборной страны, мастер спорта и тренер. Мастер признается, несмотря на то, что уже сам учит других, продолжает узнавать о любимом спорте много нового. Детей у меня 20 человек сейчас. Но отличается просто что-то из другой стороны. То есть я как бы еще, ну не до конца, то есть по спорту тоже. Ну и лучше, как, наверное, понимаешь их пока. То есть мы недалеко, то есть дети у меня там возраст 12-14 где-то лет. То есть мы на одной волне. Для того, чтобы попасть в финал, Данилу необходимо провести 5 поединков. В индивидуальных соревнованиях бой идет до 15 ударов. Есть и командные состязания. В командных, получается, фехтует команда, да, допустим. Также с принципа идет единоборство, но только командные соревнования. То есть выходит, допустим, сборная края, и три человека фехтуют, один в запасе. И они фехтуют до 45 ударов. Каждый спортсмен выходит фехтовать с другим спортсменом на 5 ударов. И вот каждый спортсмен проводит три боя. Больше 500 поединков и 90 участников. И только два победителя и 8 призеров. И одним из них стал Данил Бубенчиков. Он занял второе место в соревнованиях, уступив лишь своему товарищу Дмитрию Постоеву. Оба юноши – участники сборной края. Среди девушек сильнейшей оказалась Анна Смирнова, воспитанница Алтайского училища Олимпийского резерва. Четверо фаворитов чемпионата отправятся на соревнования всероссийского уровня и поборются за звание сильнейших в России. Анна Москаленко, Алексей Михайлов. Новости.